Конструкцию автомобилей проверят по новым правилам Конструкцию автомобилей проверят по новым правилам Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга 2. Коммерсант от 12 апреля 2019 года, 13.37 Правительство утвердило правила внесения изменений в конструкцию автомобиля С 1 июня, в частности, любители установить внедорожное оборудование на машины, перевести двигатель на газ смогут получить официальные документы и исключить проблемы с инспекторами на дорогах При этом будет запрещено менять массу автомобиля либо устанавливать нештатный кузов Действие документа коснется сотен тысяч автомобилистов по всей России В течение двух месяцев ГИБДД должна будет утвердить еще два новых административных регламента Постановление правительства номер 413, PDF, разработанное ГАЗ-автоинспекцией опубликовано на сайте Кабинета министров Документ содержит правила внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств До настоящего времени порядок внесения изменений в конструкцию машин утвержден не был что делало этот процесс сложным, запутанным и дорогостоящим для автовладельцев пояснили в Белом доме О необходимости разработки подобного документа и единых правил игры власти эксперты говорили уже несколько лет Самым популярным изменением в конструкцию является установка газобаллонного оборудования Автовладельцы часто ставят разного рода экспедиционный тюнинг на внедорожники фаркопы, силовые бамперы Но легализацией переделок в ГИБДД мало кто занимается потому что процедура сложная, дорогостоящая и не гарантирующая результат в виде разрешительных документов Ситуация обострилась в 2016 году когда решением ГАЗ-автоинспекции был усилен контроль над различными небезопасными транспортными средствами автобусами со спальными местами, самодельными лимузинами Регионы получили разъяснение от главка но инспекторы на местах его начали использовать для того чтобы штрафовать и даже лишать регистрации владельцев внедорожников В ряде субъектов федерации даже прошли акции протеста В результате Госдума обратилась за помощью к премьеру Дмитрию Медведеву АГИБДД пообещала прописать четкие правила чтобы тюнинг можно было спокойно легализовать и не иметь проблем с инспекторами на дорогах На разработку документа ушло 3 года Процедура легализации изменений в конструкцию будет выглядеть так Сначала автовладелец обращается в испытательную лабораторию соответствующую определенным требованиям чтобы подтвердить возможность изменений в конструкцию Лаборатория выдаст заключение предварительной технической экспертизы С этим документом нужно будет приехать в ГИБДД Инспектор проверит документы и даст официальное разрешение на установку оборудования или, наоборот, не разрешит этого делать Среди оснований для отказа Планируемое увеличение массы автомобиля Если только это не предусмотрено заводом-изготовителем Замена кузова на нештатный Установка незаводского крана для подъема груза На данном этапе машина в ГИБДД на осмотр не предоставляется Если проблем не выявлено Автовладелец едет в автосервис и вносит изменения в конструкцию машины Если авто переводится на газ То в сервисе нужно будет получить декларацию производителя работ В остальных случаях документы из сервиса не нужны После этого нужно снова приехать в лабораторию для оценки безопасности переделанного автомобиля где выдадут протокол проверки Также надо будет пройти техосмотр Со всеми документами нужно будет приехать снова в ГИБДД где инспектор уже проверит саму машину и ее конструктивное изменение идентификационные номера и другие параметры Если все в порядке то автовладелец получает на руки свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованием безопасности В течение 10 дней водитель должен будет обратиться в ГИБДД уже в третий раз, чтобы зафиксировать изменения в конструкцию в паспорте транспортного средства и свидетельствие о регистрации СТС В СТС ставится специальная отметка с кратким описанием Это нужно для инспектора ДПС в случае проверки на дороге Новые правила вступают в силу с 1 июня 2019 года К этому времени Газавтоинспекция должна будет разработать два административных регламента Их закрепят, скорее всего, приказом МВД с подробным описанием всех процедурных вопросов Сколько времени занимают проверка документов, осмотр и так далее В конечном итоге легализация изменений в конструкцию будет представлять собой две связанные друг с другом госуслуги Пошлина за выдачу СКТС уже сегодня составляет 800 рублей Появится ли еще одна, пока неизвестно Если считать стоимость процедуры в целом, то со всеми документами и экспертизами она обойдется автовладельцу примерно от 10-12 тысяч рублей при переводе двигателя на газ без учета цены монтажных работ Почему автомобилистам могут скоро не понадобиться права? Директор Центра технической экспертизы в ГУП нами Андрей Васильев документ поддержал Вопрос об упрощении всей процедуры не стоит Первоочередная задача – подтверждение безопасности транспортных средств в конструкцию которых внесены изменения, пояснил он Данное постановление описывает саму процедуру и делает ее понятной и прозрачной что убирает возникающие вопросы Документ очень нужный и долгожданный Очень хорошо, что его ГИБДД в итоге выпустило говорит гендиректор компании и услуги авто Юрий Пархоменко При этом он не поддержал введенные запреты для замены частей кузова увеличение массы колесной базы Инспекторы на местах трактоват термин «части кузова будут по-своему», считает господин Пархоменко Все, что монтируется на кузов, является его частью В итоге появляется очень широкое поле для отказов на местах Хотя сейчас неофициально поводов для запретов тоже немало Во многих автомобилях при установке дополнительного оборудования например, при бронировании, монтаже экспедиционного багажника необходимо увеличить полную массу на 300-500 килограммов поясняет эксперт Конструкция автомобиля это позволяет Запаса эффективности тормозной системы достаточно, говорит Юрий Пархоменко По его мнению, ГИБДД должна контролировать исключительно криминальную составляющую изменение маркировки, а также замену кузовов и рамы Все остальное можно отдать на проверку в лаборатории Очень хорошо, что документ наконец вышел говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин Но пункт про отказ в установке частей кузова от другой марки создаст возможность инспекторам трактовать этот запрет по-своему Непонятно, какие документы нужно будет в данном случае предъявлять от производителя компонентов или от завода, изготовителя машины Нужны будут разъяснения от ГИБДД Господин Шапарин также обратил внимание на то что сегодня в России всего 17 испытательных лабораторий из них, по его оценкам, всего 5 занимаются реальной экспертизой остальные штампуют заключение без проверок С 1 июня может возникнуть серьезный дефицит на услуги таких компаний тем более что большая их часть расположена в столичном регионе говорит Антон Шапарин Отметим, в последние годы власти ведут активную борьбу с так называемыми портфельными лабораториями которые выдают заключение и сертификат без каких-либо реальных проверок Минэкономики планируют запустить специальный реестр куда фирмы будут отгружать выдаваемые документы ГИБДД будет запрашивать данные из новой информационной системы Эта норма также заложена в постановлении правительства но она вступит в силу с 1 января 2020 года Новый документ может вызвать проблемы у автошкол особенно расположенных в отдаленных районах говорит президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева Дело в том, что сегодня для обучения водителей используются учебные машины легковые, грузовые, автобусы на которые устанавливаются дублирующие органы управления в России насчитывается порядка 100 тысяч таких транспортных средств во время обучения машина эксплуатируется в активном режиме поэтому парк постоянно обновляется пояснила твердый знак госпожа Шутылева для того, чтобы такую машину можно было запустить в учебный процесс ее надо оформить через внесение изменений в конструкцию непонятно, как это делать законно если у нас на всю страну всего 17 лабораторий что делать автошколам? например, в Норильске грузить учебную машину на самолет качественную реализацию новых норм необходимо обеспечить наличием необходимого количества центров Иван Буранов